А сейчас в эфире нашей программы правовая рубрика «Советует нотариус». Сегодня будем разбираться в нюансах приобретения жилья с участием средств материнского капитала. Нашим экспертом в этом вопросе будет президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Юрьевна Зылевич. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Юрьевна, расскажите, для того, чтобы воспользоваться теми самыми средствами материнского капитала, люди обращаются к нотариусу. Для чего это нужно? Для того, чтобы воспользоваться средствами материнского капитала, необходимо собрать определенный пакет документов, для того, чтобы предоставить его в пенсионный фонд. И вот одним из таких документов является обязательство, которое выдает лицо, на чье имя приобретается, либо кто уже приобрел жилое помещение, для того, чтобы по истечении определенного времени, если это приобретается за счет кредитных средств после снятия обременения, если после того, как будет сдан дом в эксплуатацию, приобретена квартира, которая строится по договору долевого участия, после другого срока, то есть на каждое обязательство свой срок. Но главное, что дают обязательство в этот определенный срок или по истечении определенного срока переоформить эту квартиру, это жилое помещение, на всех лиц, которые предусмотрены законодательством. То есть те, кто был на момент и стал участниками этого закона о средствах материнского капитала. Это супруг и дети. И, вы знаете, и недопонимание иногда у людей идет, и он выдал сегодня обязательство, ну и ладно. И не буду его исполнять, потому что квартиру уже купил, средства материнского капитала направлены на ее приобретение, а обязательства, которые давал, его и не обязательно исполнять. Но есть недопонимание того, что обязательство всего лишь переоформить, оформить то, что уже возникло. То есть с момента, как направлены средства материнского капитала, уже все дети, супруг, они стали участниками общей долевой собственности на это жилое помещение. То есть они все собственники этого жилья, доли одинаковые у всех? Доли могут быть равные, они могут в обязательстве прийти. И вот для того, чтобы исполнить это обязательство, необходимо прийти к нотариусу и заключить соглашение об определении долей. Если решат, что, вот смотрите, потому что, допустим, квартира может приобретена быть за 4 миллиона 400 тысяч, из которых материнского капитала только 400 тысяч, а 4-то миллиона – это свои денежные средства, это кредитные средства. Поэтому доли определить можно только вот в тех 400 тысяч, которые были выделены государством, даны государством для приобретения. Поэтому если сочтут субъекты, вот участники общей долевой собственности, что доли должны быть неравны только вот на то, что государство предоставило, пожалуйста, могут прийти, составить соглашение, что у них там по одной третьей, а у детей с учетом средств материнского капитала по одной десятой, по одной двадцатой. Вот для этого нужно прийти к нотариусу и составить такое соглашение. Хотят равные, пожалуйста, для этого тоже никто им ничего не запретит. И решат независимо от того, что все-таки средства материнского капитала были вот на маленькую эту сумму. А мы хотим равные доли, пожалуйста, это тоже можно. Но если жилое помещение приобреталось полностью за счет средств материнского капитала, это в районах, можно купить жилой дом за 400 тысяч. Там будут доли только равные. В этом случае соглашением они могут определить, закрепить с собой только равные доли. Чтобы и детей тоже не обделить, потому что все это все-таки материнский капитал. Все это был материнский капитал. То есть от своего обязательства можно отказаться? Нет, от обязательства. Знаете, еще тоже недопонимание. Говорят, а мы не хотим. Вот давали обязательства переоформить на всех. А супруг сейчас говорит, ну я не хочу участвовать. Пусть будет детям, пусть на детей только оформим. Пусть супруга будут и дети. Но тоже недопонимание в чем. Как только средства материнского капитала направлены на приобретение жилья, он уже стал участником этой долевой собственности. Автоматически. Он автоматически в силу закона стал. И поэтому отказаться нельзя. А если вы хотите, пожалуйста, вы можете прийти к нотариусу, составить соглашение в определении долей и подарить свою дольку. У тебя будет там 1,5, 1,10, 1,4. Главное все сделать по закону. Главное соответствие с законом сделать. Потому что в случае, если какие-то противоправные действия, государство есть право воспользоваться таким правом и изъять, вернуть деньги, которые были выданы. Вот, кстати, кто следит за исполнением обязательств по всем этим документам? Во-первых, прокуратура и пенсионный, конечно, фонд тот, кто и выдает и направляет эти средства на улучшение жилищных условий. Потому что тоже думают, составить можно фиктивный договор, что-то где-то с родственниками, для того, чтобы получить эти деньги и не направить на улучшение жилищных условий, либо на образование детей. В этом случае, если выявлены такие, извините за тавтологию, такие случаи, обращаются в суд органы прокуратуры, пенсионный фонд и выносятся решения об изъятии этих денежных средств, которые были вот направлены, которые использованы не по назначению. И уже безвозвратно они изымаются. Да, да, конечно. И такие решения судов есть, к сожалению. Спасибо, что все разъяснили нам сегодня с материнским капиталом. Действительно полезная, очень интересная информация. Напомню, Светлана Зылевич, президент нотариальной палаты Красноярского края, сегодня была у нас в гостях.